Сколько людей, столько и портретов. В пятницу в Доме художника открылась новая выставка. На этот раз в ее экспозицию вошли картины живописцев, выполненные в портретном жанре. Главная задача, которую поставили перед собой организаторы вернисажа – проследить развитие этого направления изобразительного искусства в разные периоды творчества ивановских художников. Выставка ретроспективная, потому что она должна включать и работы художников-современников, и тех, кого уже нет с нами. Но тем не менее, мы хотели посмотреть, как работали те художники, которые своих современников писали, и как работают наши художники. Сравнить качество исполнения. В экспозиции выставки более ста работ. Техники разные. Здесь и фотографические портреты, максимально точно передающие мельчайшие детали, и сюрреалистичные гобелены, выполненные в ярких, сочных красках. По словам живописцев, передать внешние сходства для профессионала совсем несложно. Изобразить характер, мысли, понять настроение натурщика – вот что требует гораздо более кропотливой работы. Все равно мы человека до конца не знаем, но что-то извлечь такое, что-то, может быть, даже сам человек вот этот, не подозревает, что там заложено, а художник, может быть, что-то, так сказать, выкопать, что-то найти для образа. И иногда люди, которые видят вот работу, они, ну действительно, как-то, иногда такое некое шоковое состояние. Неужели это я? В экспозиции этой выставки у Александра Климохина две работы. Одна, под названием «Анна в саду», написана в технике темпера. Картина выполнена в светлых, нежных тонах. Натурщица – давняя знакомая художника Анна Кораблева, журналист газеты «Рабочий край». По словам автора, такие сочетания цветов в его представлении наиболее точно передали характер девушки. У Александра получилось это сделать, даже, может быть, что-то открыть другое, чего я в себе знаю, но не афиширую. И я рада, что, мне приятно, что люди, когда смотрят на этот портрет, у них разные какие-то ассоциации, они находят какие-то дополнительные образы. Это интересно, да. В прошлом году здесь уже была похожая экспозиция. Тогда под кисть живописцев попали они сами и их коллеги. В 2015-м героями портретов стали друзья, знакомые и просто интересные люди. Что организаторы придумают в следующий раз, неизвестно.